Здравствуйте! Меня зовут Денис Потеев. Я занимаюсь пивоводством, собственно, не так давно, 5 лет. Всего мне 25 лет сейчас. Но изначально сразу же выбрал путь Канады, то есть полностью начал их копировать. То есть это сразу же улики спальцевые, рутовские. Потом я все-таки перешел в гнездо 2 корпуса рутовских, разделительная решетка и магазинные наставки для мед. Так, тестировал Карнику и Баквас у себя 3 сезона и остановился на Баквасе. Почему? В Карнике нужно чаще залазить и освобождать гнездовые корпуса от бакваса этого делать. Можно этого не делать. То есть, как в мае посмотрел, закрыл разделительной решеткой, в баквасе посмотрел, кто-то там нормально, покинял маску или оставил. Но это моя технология. От Карники я отказываюсь, оставляют только баквас. И сейчас 10 семей осталось в Корновах. Что представляет из себя Корновах? Это полностью американская селекция итальянка. Она около 100 лет ведется исключительно в Америке под условия Америки. Регион Калифорни. Там тепло, там зимы нет. Там зимы нет. Но ее потенциал просто огромный, потому что очень холодовито. Очень холодовито. И селекция под промышленные пчеловости. То есть, минимум трудозатрат, максимум премьер. Как она у нас себя ведет в этом году? Я их 7 апреля подсадил в отводки. Это с промышленной пасеки. У меня там работает товарищ. Он годовал уже маток выпил, которые уже показали себя в Америке. Отослал мне их. Я их подсадил. Начал смотреть, присматриваться. Расширял исключительно светлые суши. Думал, может, что бы не занести ничего. Какие болеют, мало. Впечатлило развитие. В конце мая уже было 3 рутовских корпуса пчелы полных. Плюс почти полный корпус рутовский меда от капса. Это я подсаживал зимовалый отводок 7 апреля. Было холодно. Начала матка сеять 12 апреля. Именно матка. То есть, примерно, сделал отводки. Уже обладил от выбранной мной одной из маток. Две рамки печатки. В начале июня на выходе расплода. И расширил сушью. Закрыл крышкой. 10 рамок рутовских оставил. Перед подсолнухом открыл крышку. Рамки не перебирал. Смотрю, пчелы. Прибавилось в полный корпус. Положил разделительную решетку. Кинул два магазина суши. И все. После подсолнуха разрываю. Если знал, что есть компьютер, я бы фотографии привез. Я снял с него два полностью корпуса меда подсолнуха. Вообще, ну, они не отстраивали. Это с двух рамок печатки на выход. Расширенные на суши. В начале июня. То есть потенциал очень хороший. Закончил у меня подсолнух примерно в конце июня. Где-то 22-25. Выделяем. То есть примерно 30 килограмм с отводкой можно получить подсолнух. С двух рамок. Это потенциал маток огромный. В августе подставляешь светлую сушь, сеять в любую. Какую бы ни подставили в любую, если уже карника уже перебирает, ей надо светлую, светлую, коричневую. Но гордон спокойно в любую ведет. Есть поздний расплод. Но я не считаю это проблемой. То есть в середине октября был печатный расплод, открытого уже нет. То есть облеты у нас в ноябре, в декабре уже облеты начались. То есть пока проблем, зимовка я не вижу. Но потенциал у нее есть. Будем смотреть дальше. То есть я публикую везде на форуме все свои отзывы, фотографии. То есть об этой причине будем смотреть дальше. Насчет бакфаста все-таки раскрою. Почему я все-таки остановился именно на бакфасте, а не на карнике. Хотя карники есть у меня в Германии любого уровня племенные. И от разных мотководов. Но все равно. После акации, у меня ее очень мало. После акации мне нужно залезть, посмотреть. Забрать 3-4 рамки печатные. Если я это не сделаю, то подсолнуха мне придется 10 рамок забрать. Но при этом уже зажмется в нижний корпус матки. То есть ограничено. Не ставить разъяснительную шутку тоже не выход. Начинает гулять матка по корпусам. На подсолнухе нужно перед подсолнухом освободить гнездо. У меня большое гнездо, два рутовских корпуса. Но все равно ближе к расплоду несет. Хотя ставлю в магазин, он здесь лихвой. Но все равно он сжимается. Потом в августе уже начинается спад яйцекладки. Хотя у бакфаста после подсолнуха еще 7-8 рамок рутовских расплодов. Это стабильно. У кардика уже идет спад. Это в моих личных условиях. Я считаю для себя, что бакфаст более технологичен и более промышленный в моих условиях. И в моей системе УВИ. И в моей все-таки работе. Это Киевская область. Это Киевская область и Акатинский район. Объясняй, какие у меня взяты. У меня акций практически нет. Так, ну, чуть-чуть посадки. Рам садят очень редко. Очень редко. В основном липа лес есть. Но там на каждого человека по одной липе. В основном это разнотравия немного. Вместе с липой. И основной подсолнух. То есть, кардика все-таки заточена больше на весенние взятки. На акацию. На вот после акации. А потом на подсолнухе все-таки она не использует свой максимум. Бакфаст хуже берет акацию, если не поработать. Есть, конечно, технологии, где можно с ней поработать. Но это лишнее телодвижение. Моя задача была, перезимовала семья. Молодая матка поставила резервную решетку и ставишь в магазин. Их снимаешь. Минимум на 10. Я буду брать на 10 кг меньше меда, чем тот, кто постоянно смотрит, расширяет, меняет рамки. Но зато я лучше увеличу количество. Насчет, вот, всем я раздал такую бумажку. Что это значит? Есть книга брата Адама, это создатель Бакфаста, по селекции. Он начал в первой в мире из известных селекционировать не по породным признакам, какими-то, а по характеристикам. То есть, его не важен был цвет маток, цвет пчел. Но ему важна была характеристика, как себя ведет семья. И вот он путешествовал по всему миру и собрал аборигенный пчел. Вот здесь есть колонка аборигенных пчел. И сравнил с Бакфастом, который был на то время у него. Есть оценки, шкала оценок по разным характеристикам. Это острое бояние, мед в магазин, зимостойка, сила крылья. Ну, что такое сила крылья? Для нас это будет дико, но он мерил площадь крыла в чем? И считал, ну, и считаем сейчас, что чем больше площадь крыла, тем больше радиус полета пчел. Тем самым увеличивается медопродуктивность семи. То есть, он приравняется это все к Бакфасту и взял чистопородных пчел разных регионов. Африка, Турция, Европа. И потом их облетелся на своем трудне. То есть, сделал свободного спарня F1. И показал, как эти породы при расщеплении, то есть, первое поколение, второе, какие характеристики они теряют, а какие характеристики они получают. Это все он сделал. Это очень трудоемко. То есть, 16 показателей селекции. Дальше. Вторая страница, это один из... Это прайс-лист с германией марки. Есть Карника, есть Бакфа. Там все написано. Если будут вопросы, то вы можете позвонить мне. Дальше. Вот эти характеристики. Тут 7 страниц или 8. Характеристики, которые выделял брат Адам в селекции. Есть первичные. То есть, это плодовитость. Это рвение к трудолюбию. Там все описано. Устойчивость к заболеваниям и нежелание роиться. Это дословный перевод. Он не переведен под наш, как мы это привыкли слышать. Это как именно он говорит. Потом есть вторичные качества. Некоторыми качествами можно пренеблечь. А вот первичные это основа. Если какого-то нет качества, его нельзя дальше брать в селекцию. То есть, надо дальше в селекцию. Есть вторичные качества. Это долгожительство. Не только маток, но и пчел. Тут описывается, что даже на два дня пчела, если дольше живет, это какой плюс по метку, по проценту. И это все тестировалось, метилось. И трудные матки, и пчелы. И тестировалось, что есть определенные породы, где более долгожители. Менее долгожители. То есть, у него описывается, что чем больше масты сеют, то есть плодовикость самая большая, тем меньше долгожительство. То есть, тем меньше пчелы живут. То есть, нужно найти этот баланс. Потом сила крыльев, острое обаяние и инстинкт защищаться. Насчет острого обаяния. Почему именно его? Когда селекционируешь силу крыльев, то есть площадь, увеличился радиус полета врачу, да, возможности. Но она не чувствует медонос на таком расстоянии, то есть 5 километров. Она может оттуда долететь, но она его не чувствует. Она не знает, что он там есть. И нужно вместе селекционировать и имена обаяния. Это взаимосвязано. Инстинкт защищаться, но это понятно. Морозоустойчивость, сильное развитие, бережливость, инстинкт самообеспечения, расположение запасов меда, восководеление, сбор пыльцы. Сбор пыльцы, кстати, тут я знаю некоторые есть, кто занимается сбором пыльцы. Тоже в его книге описано, какие породы приносят пыльцу с лихвой, а какие приносят столько, сколько им нужно в данном времени, какому-то отрезку времени. То есть это тоже можно селекционировать, улучшать, уменьшать. Длина хоботка уже сейчас для нас мало актуальна. Может кому-то актуальна, не знаю. И потом есть третье качество. Это качества, которые влияют на содержание. То есть на технологичность. Которые помогают упростить работу с семьей. Это, конечно, хороший киперамент, то есть миролюбие, это все понятно. Дальше спокойное поведение, тоже понятно, нежелание проплясовать, тоже. Перемычки между сонами. Что такое себя представляют перемычки между сонами? Это когда вы открываете улей, а у вас между рамки такими мостиками скрещены. То есть они не просто затрудняют работу, но и приносят какой-то все-таки вред. Потому что отрываешь рамки, течет мед. То есть это невыгодно в многокорпусном содержании. Даже когда, особенно когда маленькая рамка. Между корпусами, постоянные перемычки, это только лишняя работа. Чистоплотность, понятно. Медовые крышки. Что это значит? Там вы все прочитаете, но сделаю реманку маленькую. Братадам мог определить породу по печатке меда. Вы даете ему печатку меда, он измеряет высоту, форму ячейки, саму печатку, цвет печатки и определяет, какая порода была. То есть это, ну, огромная работа. Ну, и чувство ориентирования тоже, то есть вроде бы все понятно. Говорить можно много, прочитайте, там больше вопросов. Это, я скажу, это ремарка, взятая из книги, про Натана по селекции. Это чисто селекция на непородное, а по каким-то качеству. Он проверил опыту, что скрещивая, допустим, кавказянку с карникой и используя кавказянку в отцах, да, то есть один показатель улучшается, а один ухудшается. И вот это уже все таблицы есть, то есть разные, или пустика с карникой, или пустика с кавказянкой, то есть это уже все есть. Только нужно взять и использовать, то есть его уже трудно. Если вопросы, пожалуйста, слушайте. О бакфасте расскажите. Что им, я вообще не знаю. Как зимой? Зимой бакфаст, отлично. Разница. У нас не такая суровая зима, чтобы говорить, что у нас не зимует. Но два года назад была отправлена с Германии матки, две матки в Тюменскую область. Они до сих пор живут. В Тюменской области. Как выживаете царкальника из бакфаста на одной пасеке? Спокойно. Ну, как вы сказали? Нет, нет. Жаловаться еще никогда не приходилось ничего. Уживается спокойно. Я не вижу. Получается, что я делаю? Когда я вывожу маток, у меня основа региона, я его перевожу на бакфаст. То есть, если маток дарю местным, я дарю только бакфаст. Карнику никакой я не даю. Это раз. Во-вторых, тоже зависит от самой материнки. Когда вы обжариваете свободным спариванием, одна материнка может показывать сама хорошие результаты, а дочке при свободном спаривании может иметь разброс. А другая материнка, средняя, показывает какие-то результаты, но ее дочки очень ровные и достаточно хорошие в свободном спаривании. То есть, неконтролирование прутня. Ну, конечно, нужно стремиться оставить на басе все-таки одну породу. Это было бы лучше. Пока сейчас я оставляю в банках рекордов. Карнику в следующем году весь племенной материал отдаю на черкащину. Племенной материал покупаю каждый год. Каждый год его тестироваю. В этом году я взял две, ой, семь маток, а трех матководок. Племенной материал покупаю каждый год. Сейчас у меня в зиму пошло 80, плюс помогаю обслужить тесто еще 150 семей. То есть, на следующий год у меня планы уже собраны, уже приготовлено, только не покрашено, еще 100 новых пули. Это два рутовских корпуса под гнездо. Дальше только магазин. Разделительные решетки использую французские и металлические, металлические дорого, их всего 30 штук, а французские пока более-менее доступные. Самые лучшие. Не рекомендую, не знаю, у меня как-то не пошли польские такие, и из пленки. У меня они не пошли, но кому-то нравится. Мне они не понравились, я их отдал, и все. Сейчас семи просто не захотели идти. Да, просто не захотели. Убираешь расчетку, ставишь металлическую, спокойно прошло. То есть, дело решет. Я решил для себя так. Прутики, да, у. Прутики, да, у нас есть плитные? Нет, нет, там есть, там написано, есть разные изоляции. То есть, есть в горах, есть в лесу, есть на островах, есть искусственная семидесячность. В интернете была информация, что ватка или подъезд, бывает, остаются неплитными. Если плитные, то продаются. Все ватки, которые приходят из Германии, они 100% плотные. Не из Германии, а и подъездки, что у нас. Ну, это уже записи по квадководов. Кто-то считает, что... Показалось, показалось, свет упал так. Показалось яйцо, значит, оно подло. То есть, свет упал так. Нет, не то, что там яйцо, а то, что оно не с ней нормальных и есть. Спивай, да? По ком скажем? То есть, трудяк. Она должна была обладеть на облезке. Нормальной погоде. Нормально спариться с мероприятий на экипе из Петрубнях. Нормально, значит, все плитные яйца, зеликую, выплютуются в зону. А почему вот и стало себя? То есть, матка так и осталась неплотной. Такого не может быть. Смотрите, мы можем заболевать. Это тоже заболевание. В природе, если неплотная матка не облетается, она в итоге будет внести трудную. Она просто неплотная. И это неплотная никогда не может быть. Женщина тоже везет детей, наверное, внести. А мы, а женщина? 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 Ой, я же объясняю, что моя задача принести не 180 килограмм. Нет, я сейчас расскажу. Не 180 килограмм с семьи, а чтобы себестоимость года была низкая. То есть, я буду получать пусть 80 килограмм, но оно будет по себестоимости дешевле, чем кто-то качует и получает 120 килограмм. Используем взяток хорошо, допустим, липу хорошо берут на разнотраве. У меня нету липу. Я не буду пациент спрашивать. Гречку, гречку, где они липу? Ну, бак вас распространен по Украине. Можете спросить у того, кто ездит на гречку, на липу. Я не езжу. У меня есть разнотраве слабое и основу подсолнух. Подсолнух в этом году на весах сильная семья стояла плюс 70 килограмм была на весах. То есть, на подсолнухе. Но это подсолнух, опять же говорю, это подсолнух вел примерно 20, пусть 19-18 дней. То есть, моя, все-таки, первостепенная задача привести много подсолнух при минимальных затратах на обслуживание семьи. Вопрос еще. Я вам дам один последний. У меня было 40. Сказали, придет 30 человек. Я сделал 40, но я... А вы терметь не можете? А? Сейчас. И начинаешь от карты. Как все? Нападение есть? Варафон, нападение. Скажу так. Бакфаст более воровитый, чем карник. А кордован, кстати, еще воровитее, чем бакфаст. Карника меньше, да? Да. А в баксу будет? Среднее. Можно взять. Но ничего не бывает. Ну, конечно. Вы оставите его, но он тут в барху. Нет. У нас улик вообще нельзя открыть. Правда? Пиздеще. Эй-эй-эй-эй-эй. Ну, где-то пчела. Она чувствует запах. И она идет. Значит, понимаете, вы должны откачивать тогда, когда нет такого. Я откачиваю, использую пчелоудолители. Круглые такие. А какой пчел? А? Ну, типа пчел, но они круглые. Пчела уходит сама. Там остается 100 пчел. Я отношу специальное помещение, она в окно вылетает. Я вот открываю и все. То есть я не срушиваю. Магазиня? Да. Да. Круглый год. Там остается 100 пчел. Это макс. Да. А в каком месяце Германии приходится начать макс? Варфорт, да? Все макс из Германии приходят в конце июня. Как Карника, так и Барфорт. Есть разные максоводы, разные линии. Это все в телефонном режиме. Это подписывается. А? 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 А?